доброе утро дорогие друзья мы давно с вами не общались и я не отвечал на вопросы потому что ездил в большую командировку очень успешно съездил материала готовится я буду потихонечку выкладывать а сейчас вот поговорим на некоторые горячие темы которые возникли вот прямо в эти дни и требуют ответа там просто несколько человек написала что делать что вот мне снятся родственники а вот я ходит ко мне родственники все остальное вчера приехала одна женщина которая ну вот тоже печалится о своих родственниках которые у нее ушли ушли больше того к ней приснилась ей мама и мама у нее приснилось говорит мне так холодно там мне кстати тоже здесь не очень тепло потому что здесь наверху не отапливается но зато мы с вами побыстрее об этом поговорим и вот она спрашивает а к чему это приснилось и что мне теперь делать с этим сном я сталкиваюсь с этим очень часто и достаточно регулярно и сталкивался и меня очень печалит что чаще всего для людей это неожиданно даже для православных неожиданно хуже когда эти православные начинают применять какие-то народные методы для того чтобы этого не было и один из самых таких интересных методов которых я встречал оказывается вот если в течение 40 дней кто-то тебе приснился после смерти то у нас вот здесь такой народный метод что надо выкупить 40 петухов и вот они ходят по людям у которых есть петухи и как бы им платят за этот петуха нет забирать его не надо но вот так выкупив 40 петухов якобы ты таким образом освобождаешься от посещения ближнего своего к тебе перестает этому для меня конечно такая ну там еще какие-то я не буду рассказывать иначе как ни странно расскажешь а потом начинают применять и говорят о да мне подействует это так для меня очень странно но почему для меня странно что это неожиданно потому что у нас православие нет мертвых у нас человек живой в теле и человек живущий без тела они равны и по своему отношению к жизни то есть они живые и поэтому мы когда вдруг удивляемся что что это не там к нам приходит что это не нам снятся что они с нами общаются есть и такие на случай когда рассказывает что ко мне приходит я я просыпаюсь а она или он стоит там или еще что такое вот такие эти случаи бывают и для православного это должно быть естественно что что приходит что общается что разговаривает я конечно понимаю что как-то уходит вот это в принципе это в во времена когда было мифологическое мышление у людей они не так давно эти были времена и архаическое поведение и это тоже не так давно было больше того огромное количество людей так и живет в этом мифологическом сознании где им сказки рассказывают они живут вот они в них верят и у них жизни это сказочные продолжаются и архаическое поведение что вот надо так вот надо так вот вот надо выкупить 40 петухов но тоже существует так вот эти люди раньше при этом при том что вот это все было абсолютно реально осознавали что мертвые ты здесь не они могут ходить они могут общаться они могут подсказывать они могут надоедать если ты там перед ними грешен как-то или или еще что-то или он перед тобой грешен и он требует прощения у тебя и все остальное и у нас целый набор всяких возможностей для того чтобы вот это общение продолжать ведь оно не только вот ты пришел там в церковь на канон чего-то поставил какие-то яства положил вот и это продолжается как как поминание оно и в том что можно каждый день самому молиться за этого человека можно записки подавать на то чтобы его упоминали в разных значит службах и в разных количествах значит это поминание можно нищим подавать за того кому вы хотите угодить что вот вот сделай что-то такое вот это ну и так далее но самое главное можно продолжать общаться те кто вдруг унывает а по любому по любимому человеку они достаточно странные если вы действительно прожили в любви если у вас было хорошее общение если она у вас здесь на земле продолжалось без словесным образом почему она у вас не продолжается после того как человек оставил тело никакого вот такого понятия как у католиков что кто-то ушел в ад и его оттуда не вернешь вот кто-то где-то там значит у нас в общем-то православных не существует у нас есть такая предварительные богом суждение человеке то есть да больше до страшного суда мы находимся в некой такой вот предварительном что ли состоянии но святые работают праведники работают я думаю что безгрешные те кто причастились там перед уходом или еще что-то тоже какое-то имеет жизни какую-то это то есть у нас реальное отношение с ними существует и может существовать и все зависит от вас как вы к этому относитесь то есть верить или вы понимаете ли вы как это происходит как вчера одного психолога в ленте в фейсбуке прочитал с голосами то внутри я разобрался и смирился меня беспокоит голоса снаружи ну мы к сожалению сориентированы все на голоса снаружи и перестаем услышать голоса внутри а внутри голоса дают возможность иногда общения ну правда и без и сразу сейчас кто-то тут сразу подпишет ой без и придут они намучают они все все такое это здесь очень интересно есть такая способ определения кто к вам пришел потому что дают как говорится возможность с вами общаться людям хорошим вот или прийти за помощью к вам тем кто нуждается но людям хорошим то есть плохим действительно не дает такого сильного общения и вот если вы во сне пообщались так далее у вас ну там тревога может быть или забота какая-то вдруг образовалась но нету страха вот то скорее всего это был нормальный сон который иногда называется зрение не он вас призывает этот человек что-то такое сделать полезное чтобы ему стало лучше и вам было хорошо ну например с этой женщиной интересная такая вещь я сидел задумывался а какой же ей совет дать что в том что пришла мама и сказала о я там замерзаю какая в этом есть причина и что ее там согреет я и по аналогии посоветовал говорю у вас там есть где-то живешь какие-то бомжи или нищие наград ну конечно есть вот тогда вот давай какие-нибудь теплые вещи им подари и это наверное вот будет та милостынь которую согреет мама она говорит так я вам целый тюк теплых вещей набрала и вот теперь везу их в храм меня действительно вот пришло решение что надо теплые вещи которые у меня все равно валяется отдать значит нищим и они их согреют о видите мама то натолкнула ее на доброе дело 2 этим добрым делом и мама согреется и дочка послужит господу так что вот если вас тоже натолкнула моя такая вот речь на то что надо за своих родственников в том числе теплые вещи поделиться там или питанием а то и деньгами с теми же нищими нищие это такой вот переходик как у кого же я прочитал что ничего в ладони рай и ты не не деньги кладешь ему а ты раю покупаешь у него в ладони кладя ему деньги ну это так условно потому что я вот тут у нас есть нищие поругиваясь с ними нищие алкоголики вот он подойдет батюшка дай да все такое я говорю я тебе на смерть ведь даю вот я не могу участвовать в твоем отравлении я тебе дам а ты сейчас пойдешь отравишься ну покупал иногда хлеб правда одному в москве купил хлеб у меня у на остановке попросил а тут я сразу вышел сходил в магазин купил хлеба молока подаю ему а вот так взял и бросил в урну ну было неприятно честно говоря так что дорогие мои во первых учитесь общаться друг с другом душами во время жизни что вот чувствуете друг друга понимаете друг друга без языка и без разговоров так вы приучаетесь и после смерти точно также общаться а во вторых верьте что общение происходит что она дальше распространяется в том числе и после смерти и как нам говорит апостол не унывайте не не плачьте не скорбите по умершим да не скорбите как там вопрос написано для нас нет умерших для нас есть грешники которым трудно после смерти и они хотят отмаливание значит от нас и мы должны этим заниматься поэтому пожалуйста вымаливайте их вот так все спасибо за внимание следующем ролике я вас познакомлю вот с этим персонажем а пока всем здоровья радости аминь